Всем привет, друзья! Сегодня новый влог и самой главной фишкой в нем будет то, что я играю в теннис. Точнее, пытаюсь в него играть. Кофту уже вот надела. Но сначала мы с вами позавтракаем, посмотрим, что кушает Даша. Ну и, собственно, что? Поехали? Итак, берем свежайший, свежайший пагетик. Нарезаем его вот так вот пополам. И подсушим немножечко этот хлеб. Авокадо! Блин, вот в Испании нереальное авокадо. В Дубае мы два раза покупали на завтрак. Первый раз оно было уже супер переспелое, супер горичневое, что совсем не супер. А второй раз настолько же супер недоспелое. Если не просто посмотрите на эту красоту. В общем, в миску. Оливковое масло. Привет! Добрый. Привет, 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 привет! Я думаю, вполне хватит. Пока я готовила авокадо-тост, моя солнышка приготовила мне кофе. Это гранде, это же маленький. Это тол, это не гранде. Может, гранде. Это тол. Тол, нет! Тол на стол. Но сейчас момент истины, потому что я там писала, чтобы... Мой сейчас не сладкий из-за тебя. Чтобы его сделали наполовину сладким, потому что это рождественский кофе над. И если он будет полностью сладкий, я, конечно, немного разочаруюсь в людях. Наполовину сладкий. У меня тоже. Мы сегодня пойдем гулять, и мы возьмем тебе вкусный, настоящий, сладкий, ладно? Расстраиваюсь. Я зачем это Рождество издала? Будет Рождество, мы еще булочек напечем разных. Завтрак. Я такого издала. Ну что, мы приехали поиграть в теннис. Я буду играть с Дашей первый раз. А вообще, в принципе, буду играть первый раз. А потом пишите, у кого лучше получается у меня кататься на коньках или у Наташи играть в теннис. А это самая популярная игра в Испании называется падл. В чем смысл? Смысл примерно такой же, как в теннисе. Только... Людям нравится, потому что площадка меньше, и это как закрытая коробка. Получается, за мячами не надо бегать. Играют только пару. Физически проще намного. Плюс часть корта покрыта стеклом, и это стекло задействуется в игре. То есть, допустим, можно играть от стенки. От сколько? От стенки. Короче, прикольно. Профессиональные турниры классно смотреть. Там люди вообще очень крутые вещи творят. А это я. Нам туда. Ну, думаю, что до падали я еще дойду. А пока что теннис. Ну, разминка, разминка, давай. Ох, что. Плечки, да, говорят, надо размять хорошо. Сейчас как Саня придет, как разомнет, что мы закончим разминку, а время на корте уже закончилось. Вот так обычно и бывает. Я знаю прям теннисную разминку. Новые мячи в это вообще. Они в конце уже не пахнут, как только открываешь... Я Джоном играю. Джоном Моис. А я играю... Дашей. Сердечко. Играть мы не будем. Ага. 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 Не знаю, сложно согласиться с Дарьей для первого раза с ракеткой в руках. Нет, то, как Наталья слева идет на мяч, это просто естественный талант. Блин, блядь, кросс вообще. Не устала еще? Нет! Блин! А ты не хочешь вернуть мяч к нам? Вот это называется форма, это называется стремление к победе. Да, вообще я просто непобедима, я бью со всей силы и все на другие корты. Да, вот у нас есть первая жертва. Вот эта вот девушка. Красная у доски. А вот это уже совершенно другой уровень тренерства. Это Александр. Он же Торнадо, он же победитель. Давай, давай. Какие у вас ожидания от сегодняшней тренировки, Александр? Какие у вас ожидания? Выжить бы. Выжить бы, согласна. Опа! Опа! Ох! Так, а со мной такого не было? Оп! Ну, это... Это уже высокий уровень. Интермидиет. На шару попало, просто на шару. Ну что? На шару попало сейчас. Как вам теннис? Не очень нравится. Не очень нравится? Очень нравится. Я готова играть каждый день. Ну, это первый день только так. Такое желание. Как налаживается уровень игры. Я пока с вами поговорю. Если вам интересно, пишите вообще, что снимать на Тусику. Что показывать, что рассказывать. Вот. У нее много чего интересного. Жизнь у нас динамичная. Я тоже могу что-нибудь рассказывать. Ручее, ребята, так же мы поедем в Австралию после партизонки. Пишите, может, вам что-то интересное по Австралии. Потому что будут задействованы города. Такие, как Адалайда и Мелбурн. Душа моя, ты не устала? Нет. Крайм. Трехчасовой сет, пожалуйста. Вот такая плюха. Ай, роста не хватило. Мне очень нравится. Прям вообще. Господи. Я родилась с теннисистом. А они рождаются? Или встануются. За счет упорного труда и любви к делу. Теннис это круто. И вообще спорт это круто, блядь. Занимайтесь спортом. Спорт это... Это жизнь. Ну что, как прошла ты первая тренировка? Я в восторге. Мне очень нравится. Теннис я уже... Я уже договорила. Я бы еще поиграла даже пару часов. Возможно, с перерывом на минуту купить там изотоника. Но в целом, да, мне... Бери меня, пожалуйста, с собой на теннис иногда. Раз в году хотя бы. На теннис? Да. Хорошо. Мне понравилось. Скажи, я достойный соперник? Человек вообще просто для первого раза огонь. Она попала в две подачи. Четыре бэхами на вылет. Да, да. Так, ну это все равно не сравнится с моими первыми уроками фигурного катания. Да, ничего. Уроками фигурного катания. Ты уже умеешь тормозить. Я умею катиться. В принципе, я тоже могу тормозить мяч. Да. Но не ценой жизни. Ну, а я себе попала в подбородок. Это нормально. Рано видно. Мы забираем мячи. И валим. Смотри, сахар-то добавляет. Как вкусненько, да? Миряна. А теперь мы приехали по-кусть. Не меня. Я по-кусть. По-обед, так сказать. Пожгли калории, особенно я. Да, вот. Я-то сейчас вообще исправно бегала. Классно, да. Жарко. Заказали себе якисобочку, сушки, сортепельку. Да, вкусно. Якисобку поделим. Да, якисобку поделим. Потом съел мисосюб. Самый лучший мисосюб. Самый лучший был реально в Острове. Был капец. Якисобку поделим. Я чуть не положил. Мы перемещаемся в Японию. Косимасяо. В общем, да. Сейчас нам принесут поокушать. А потом... И мы покушаем. А потом... Субско-то. Там кофе. На камеру все. Я камеру выключаю. С таким... Потому что все фейк. Все фейки. Это все фейки. У вас есть по пусте? Надо этим есть нашли принести. Ребят, у вас есть по пусте? Нету. Ну что, попробуем? Пробуем. Ну, не рабата, конечно. Недого. Не разваливается. Вот в этом беремся. Рис какой-то странный. А что он такой тонкий? Ты знаешь, это не рис. Это макарошка. Да? Смотри. А что за хрень? Хотя, слушай, не с рисом, а с рисовой лапшой. Я такого еще не ела. Я тоже. Я люблю спринг-буроллы. Я люблю опироль. Флэшбэк. Да. Нам принесли макарошки. У вас одинаковые его? Мы одну заказали. Подливаем соус. Сой его. Нифига ты полила. Но это не сравнится с экисовой, которую мы в магазине покупаем. Да. Такая супер масляная вся. Прям плохая. Макароны мягкие, соуса очень много. Он очень такой, в чем соус супер сладкий, какой-то горький. Макароны плавают в нем. Макароны мягкие. И чувствуется только соус, короче. Да, на картинке вот где-то петит нечем. На самом деле. Не, ну причем сбоку макароны выглядят нормально, но на вкус... Три из десяти. Мясо суп девять из десяти. А резко почему-то у нас лайвблок превратился в оценки ресторанов. Пишите, что проверить еще после. Нравится ли вам формат оценки ресторанов, потому что вот киксперт. Да, острое я не ем. Поэтому просите ее попробовать в мастер. Короче, суп девять из десяти, спринг роллы семь. И к особо три. И роллы с рис, роллы с лапшой. С лапши. Ну, пять, пять из десяти. В общем, ставлю оценку месту. Место, называется, удон. Пять. Ставлю пять из десяти. Да. Так что это только благодаря мясу супу. Прокомментируйте, Александр. Полный герня. Поэтому мы докушаем и пойдем... Пить кофу. Мы возьмем кофу с собой и пойдем покупать хамон. В Аль Кампо. Новогодняя тема. Так, какой здесь новогодняя настроенница? Что взяли? Взяли небольшой латы на овсяном молочке. Flat wine и сами, что, картадо. Картадо, это короткий кофе. Тип как эспрессо макеата, только по-испански. Пишите, как думаете, какой у нас любимый кофе? На самом деле, а не то, что мы тут берем на кайф. Да. Пишите, что любите кофе. Как обстоят дела. Кофе, чай, мача, ай. Я вообще обожаю это рождественское тофенат. Тофенат вкус. Да, но он очень сладкий. Я прошу сделать его наполовину сладкий. И у меня получается просто такой приятный привкус какой-нибудь там карамели или топената, или памкины, тыквы, неважно ничего. Или вот индивидуальный пряник еще есть. А вообще очень классная тут атмосфера. Вот этот приз, эту мачку мы вручаем Александру. Что тут еще вы снимаете? Я, кстати, не знаю, нажал. Адресбер. Адресбер, все. Нажали канал, адресбер. Сейчас я покажу, смотри, там еще у меня выставку я сделала. Тату, знаешь, как в магазинах одежды так вот. Господи. Какие шикарные ножки. Какие лапки. Что вы скажете, Дарья, о данных бедрышках? Они лучше моих? Они другие. Думаю, с твоих столько мяса не снимешь. И жира тоже. Вот жир вот так вот спиливаешь весь. Вот так, оденький такой. А потом там такой вот хамончик такой вот шикарный. Много тебе одежды? Ну, давай, хамон. На первый. Дупися. А я мясо не ем. Ну и в завершении сегодняшнего блога, блога, мы отправляемся в новый Адидас. Точнее, тут один уже был. Но буквально напротив него на прошлой неделе открыли новый Адидас. Он еще больше, еще круче. Вот. Просто потому, что мы туда идем. Потому, что Наташка хотела купить себе форму сборных по футболу. Одна на 90, короче. Одна. Как вам? Мол, блин. Как тебе голубая? Как тебе голубая? Ну, она красивая. Я считаю, что национальные команды выбрать оригинальные цвета. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok